Хэппи Крэйсэс. Это Крэйсэн. Мэрэ Крэйсэс. Мэрэ Крэйсэлэр. Когда правильно праздновать Рождество, более патриотично. Христос народился. Почему новое интервью Гордона с Ходорковским стало мемом? Обама. Ну типа. Как Юлия Мендель спасла Украину благодаря твиттеру? Мені вдалося дати ці два твіти дуже швидко. Приветствую, друзя, это снова Борщ. Меня по-прежнему зовут Василий Макаровский. Начнём. Привязка до 7 січня, це і є привязка до Русского міра. Вчера 25 декабря был офіціально выходной. Славімо його. Зеленський всюду і даже по радио поздравлял українців с Рождеством. Интересно, буде ли он також торжественно поздравлять українців 7 января? Святкувата Різдво разом не з усім світом 25 грудня, а з Путіним і з Кирилом 7 січня. Глава ПЦУ Епіфаній назвав вопросом времени переход ПЦУ на отмечання Рождества 25 декабря. Звичайно, ми перейдемо в майбутнє, ми цього не заперечую. І я особисто не проти цього. Більшість повинна сказати, що вона хоче, що вона готова до цього. Що ж гріко-католіки? Сперва була інформація, що вже в цьому році почали празднути Рождество не так, як було раніше 7 января, а так сказати, зовсім цивілізованним миром. Усім світом. В одному із приходів в Черновцах. Але сьогодні цю інформацію опровергли. Тем не мене, Святослав Шевчук раніе заявлял, що ініціатива в цьому випросі вона йти знизу. Тобто, отміря. Сьомого січня це є штучна, неправильна, політична російська дата. В свою очередь, Українська Православна Церковь заявляє, що веруючих УПЦ пока цього не дуже остро стоїть. Тому що, именно веруючі УПЦ интересують УПЦ. І т.е. приходити на новий стіль пока не своєвременно. Приймати рішення, не орієнтуючись на всіх абсолютно громадян України, на Західну Європу, на якісь інші чинники, а саме безпосередньо на громадян України, які членами нашої церкви. Лично моє мнення. Хотите празднути 25 декабря? Пожалуйста. Хотите 7 января? Празднуйте. Интересно, когда эти силы ломают копию над датой рождения, знают ли они при этом рождение кого? Три слова, от которых описывает рождество. Ёлка, подарки и внуки. Какая же в этом награда? На ютуб-канале Дмитрия Гордона, в гостях у Гордона, основатель интернет-издания «Гордон», Дмитрий Гордон, взял интервью с российским бизнесменом и оппозиционным политиком Михаилом Ходорковским. В каких условиях вы сидели? Я пересказывать сегодня интервью не буду, но один фрагмент интервью блестящего Дмитрия Гордона меня немного вдохновил. В каких условиях вы сидели? Барак. Обама. Ну, типа. Искрометный юмор Дмитрия Гордона стал топ-мемом, который, наверное, станет главным мемом недели. Ну, типа. Пользователи соцсетей уже даже стали жаловаться, что шутка Гордона у них просто не выходит из головы. Некоторые считают, что он пошутил неудачно, другие считают, что это гениально, а я считаю, что это была спланированная спецоперация Дмитрия Гордона под четким руководством украинских спецслужб. Его ответы на мои вопросы – это не просто свидетельские показания. Флешки с юмором Гордона уже на столе у Навального. Вы спросите, при чем здесь Навальный? Да, при том же, что и Обама. Ну, типа. Кстати, я напомню, что Гордон не только великий юморист, но и опасный боец. Мендель рассказала, как дважды спасла Украину. Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского похвасталась, что всего лишь двумя сообщениями в Твиттер смогла укрепить гривну. Как заявила она во время онлайн-встречи, организованной Американской торговой палатой в Украине, ее действия принесли стране экономическую выгоду. По словам Мендель, в июне 2019 года, во время поездки Зеленского в Брюссель, в Украине появились сообщения, которые уже дошли до Евросоюза о том, что он якобы пророссийский президент, и за ним якобы стоит олигарх. Как вы знаете, никакой ни Игорь, ни Николомойский за ним никогда не стоял. Но вернемся к Мендель. Ее цитата. Помню, тогда я была впервые на переговорах с президентом Зеленским, и он рассказал, что в истории с Приватбанком будет на стороне народа, и Украина будет следовать в ЕС. Мне удалось дать два этих твита очень быстро, их подхватили почти все иностранные медиа. Помню, что в то время у нас немного возрастала инфляция, не колоссально, но гривна ослабла. И после двух твитов гривна снова стабилизировалась до прежнего уровня. Это был тот момент, когда ты понимаешь, что 280 знаков могут влиять на инфляцию в стране. Ну, типа. Хочется спросить, а что для спасения Украины сделал ты? А также спросить, когда вы празднуете Рождество, и какой ваш любимый мем по теме интервью Гордона с Ходорковским? Напишите его внизу в комментариях. А еще не забудьте подписаться. До скорого!